Дмитрий Басков В октябре 2013-го общая площадь спорткомплекса более 23 тысяч метров квадратных. Однако своя хоккейная команда здесь появилась лишь минувшим летом. У местного локомотива задача предельно проста в экстралигии Б попасть в топ-2. И пока у местных хоккеистов это получается. Правда местные они пока условно, ведь райцентр логично еще не успел вырастить своих игроков. Поэтому в локомотиве собраны спортсмены со всей Белоруссии. И Евгений Леонов прошлый сезон и вовсе провел в сербской цервене «Звезде». Все условия, форма, питание, дворец замечательный. Ну как бы претензий никаких вообще. Да и в самом деле все в Орше выглядит здорово. Ледовый, ультрасовременный, с финансированием проблем нет. Представители хоккейного клуба открыты к диалогу. Правда в моменте, почему Андрей Рассолько покинул Оршу разобраться мы не сумели. Это вопрос никому. После ухода белорусского специалиста главным тренером стал россиянин Игорь Жилинский. Ну это новый вызов для меня, да. Когда освободилось место в Орше, мне позвонил мой агент, сказал, что есть возможность возглавить клуб. Нужно приехать переговорить с руководством клуба. Что я сделал, потому что я живу здесь недалеко, в Москве. Мне понравились взгляды руководства, да, пути развития команды и клуба в целом. Поэтому я принял такое решение. Вы наверняка убедили вас в финансовой состоятельности? Нет, вы знаете, я знаю, что здесь определенные рамки, да, которые есть в Беларуси. Поэтому ничего особенного у меня здесь нет, никаких финансовых льгот, скажем так. Все на том уровне, которое есть в белорусском хоккее. Помогает экстренер «Авангарда» Московского «Динамо» Сибири, бывший защитник сборной Беларуси Иван Усенко, завершивший летом карьеру игрока. Поначалу было тяжело, да, где-то адаптироваться. Именно поменять вот это видение игры, что я уже не игрок, я должен смотреть немножко шире на всю ситуацию. Не только где-то на конкретные моменты с шайбой, но и видеть всю площадку. На ваш взгляд, вот это вот «Б» экстралига «А» – это плюс? В какой-то степени может быть и плюс для ребят, которые, допустим, молодые. У них сейчас нет высшей лиги, да, есть экстралига. Но, как бы, посмотрите, и там тоже большая сейчас бездна между командами, которые идут на первых, там, трех-четырех местах и которые идут сзади. Тоже, я не думаю, что мы бы там или там Могилев, кто-то смотрелся бы хуже тех команд там экстралиги «А». Да, тут еще небольшая, конечно, борьба бюджетов. Это везде так. Плюс, опять-таки, если у нас, как вот у нас в команде есть, да, 10 легионеров, если будет больше легионеров, да, можно пригласить больше игроков, будет больше конкуренции лучше. Это будет лучше для молодых, для наших, которые будут стремиться попадать в состав, стремиться к чему-то большему, смотреть на ребят. В этом, конечно, плане, может быть, где-то и минус. Потому что много команд, но лимит этот легионерский, возрастной, я думаю, что он немножко притормаживает развитие именно. Слава Богу, появилась вторая лига. Мне, конечно, видно, чтобы эти команды, как бы фарм-клубами их сделать, в первую очередь, все равно, мне будет очень тяжело тягаться с командами нашей «Восьмерки». Может быть, что-то поменяется, может, нет, там, как говорится, там новополосы, может быть, но где-то все равно, там больше молодых должно быть, молодых ребят. Все-таки же где-то надо сделать свою лигу, как КХЛ, и было бы, наверное, с областными центрами, и было бы такое, ну, надо ее мощнее делать, лигу. Ну, грубо говоря, фарм-клуб Могилева – это Бобруйск. Ну, как-то так, или наоборот, неважно, где-то так. Потому что, знаете, в свое время хоккей в Российском был развал такой, что там никто не ходил. Вот именно благодаря Медведеву и Тисову, которые создали КХЛ, это два человека лично создали КХЛ. И сегодня посмотреть, какая пощаемость в Европе, она уже номер два, по сути дела, стала пощаемость. А первые пять команд там по 10 тысяч ходят в Россию. Это все благодаря этим двум человекам. Ну, смогли же они сделать. Ну, мы могли бы сделать интересную. Должна быть картинка, должен быть праздник на этих матчах. Пока здесь близко, ничего у нас нет. Поэтому народ так и относится к нам. Мы ничего не сделали. За 10 лет ничего не сделали. В субботу «Локомотив» дома в непростом поединке справился с хоккеистами Бобруйска 4-2. И после 18 игр занимает второе место в экстралигии «Б» согласно поставленной задаче. А вот дружина Василия Панкова – седьмая. Воршин тоже новая команда, как бы. Им, наверное, потяжелее, потому что своих игроков нет еще доморощенных. А Бобруйске уже двоих игроков забрали в сборную в 18. Это тоже положительный момент для города Бобруйска. Это первые ласточки в сборной. Так что мы на этом уровне их обережаем. Разумеется, каждый хоккейный специалист следит сегодня за ситуацией в Минском «Динамо». Там сейчас квалифицированные специалисты, которые… Верите в Сидоренко. Разберутся. Я в него верю, да. Но для любого тренера нужно время. Нужно время. Главный тренер Минского «Динамо» и сборная – один человек. Это плюс-минус. Просуждайте. Ну, если решил это как руководство, значит, оно так решило. Мы уже ничего не поменяем. Мое личное мнение – должен быть тренер сборной и тренер клуба. Андрей Михайлович Сидоренко – это нормально. Хорошая кандидатура. У него есть опыт выхода. Я еще под руководством. Он начинал как молодой тренер. Я как игрок уже созревший. Он уже был более опытный игрок. Мы тоже из С в Б выходили. С Б в А в А в Б. У него есть опыт таких напряженных матчей. Следующий тур в экстралигии Б пройдет 22 ноября. Оршанский «Локомотив» на выезде сыграет с Витебском. А Бобруйск сразится с пинскими ястребами. Субтитры создавал DimaTorzok